Минувшую неделю я провел невероятно продуктивно. Обо всем и не расскажешь. Заключительный день путешествия нужно провести с особым размахом. Большой брат следит за тобой. Хочешь не хочешь, а поверишь, что Шива и есть вселенная. Его образ здесь повсюду, в храмах, магазинах, на пляже. Он как розовое вино, но нигде не спрячешься. Форт Агуада был построен для обороны у истерики Мондови от голландцев. За всю свою многолетнюю историю он ни разу не сдавался врагу, при этом сохранился в отменном состоянии. Здесь можно было бы играть в Форт Боярд, но гуанцы придумали приключение получше. Вход сюда имеют только избранные, поскольку это теперь тюрьма. Те, кто до сих пор избежал этой участи, стекаются на блошиные рынки, где пытаются продать доверчивым туристам все что угодно. Фрукты и специи, чай и сувениры, одежду и бижутерию. Именно на такой рынок в Анджуне я и отправлюсь, ведь должен же я приобрести хоть что-то, кроме обгоревшего носа. На индийских рынках обязательно нужно торговаться. Если вы не пытаетесь скинуть стоимость, значит вы не знаете цену деньгам и продавцы просто не будут вас уважать, еще и плюнут вам в спину. За какие-то 200 рупий здесь даже можно купить рубашку от Гуччи, ну и что чтобы из пуговиц. Самая бесполезная вещь это барабан, уходите даже не торгуясь. Скажите продавцу Мака Нака и он поймет, что вам ничего не надо. Я эти фишки знаю, поэтому им не удастся обвести меня вокруг пальца. Слушай, я купил все самое необходимое, теперь можно двигаться дальше. Видите эту парочку? Это не то, что вы подумали. В Индии так принято выражать свою дружбу. По счастливой случайности мой отель, простите гестхаус или в переводе на русский коробку с муравьями, располагается рядом с детской футбольной площадкой. Некоторые дети здесь играют даже лучше чем чемпионате России, ведь в отличие от Александра Кокорина они попадают по мячу. Мне стало интересно, так ли хорош взрослый футбол, поэтому сегодня мы отправимся на стадион Фаторда. Футбольный клуб Гоа выступает в Индийской Суперлиге и является одним из ее лидеров. Сегодня в гости приезжает аутсайдер Норд-Ист Юнайтед. Это как английский Манчестер Юнайтед. Ну, почти. Клубные шарфы, к сожалению, нигде не продают. Ну, кто захочет сидеть в них в 30-ти градусную жару? Поэтому придется приодеться. Хорошая атака может получиться. Навесишь ты или нет? Ёлки-палки. Более безумного футбола я еще не видел. Да, не скоро видно сборная Индии попадет на чемпионат мира. Подавить соперника морально и физически эти футболисты смогут, разве что играя верхом на слонах. Настало время ужина. Не подумайте, что мне здесь не нравится, но я хочу сибасов бора-бора. Сибас, рыба, популярная в странах Средиземноморья благодаря своему нежному мясу. В Гоа я видел, казалось бы, все. Сюда приезжают за неповторимым чувством свободы, за ощущением выхода в другую реальность. Все это можно получить, посетив транс-вечеринку. Гоа-транс – это направление в современной электронной музыке, зародившееся в Индии. Именно эта паралитическая долбежка и привлекает миллионы туристов со всего света. Это абсолютно худшее, что я когда-либо слышал. Ну, кроме музыки Фейса, разумеется. Подобные дискотеки идут до самого рассвета. Но, к сожалению или к счастью, утром у меня самолет. Поэтому я поспешил удалиться. Нужно бросить в море монетку, поблагодарив Гоа за прекрасный прием. И попрощаться еще кое с кем. Спасибо тебе за эти несколько дней. Спасибо, что была рядом. Ты действительно лучшая, что я здесь встречал. И я бы с радостью остался, но пойми, у меня там семья, учеба. Я вернусь, я еще обязательно вернусь, и мы с тобой заживем. Ты родишь прекрасных деток. Мы откроем ферму, и все у нас будет хорошо. Ты дождешься меня? Улыбайся чаще. Тебе идет. До встречи.